МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О главных событиях недели мои коллеги расскажут в ближайшие 30 минут. Смотрите в выпуске. Снегопады блокируют движение. Общими усилиями городские службы и собственники борются с ненастьем. Дело фашистов. В железнодорожном районном суде вынесен приговор организаторам молодежной экстремистской группировки. Крещенские морозы пришли в регион вовремя. Православный мир готовится к празднованию одного из главных событий христианства. Как именно стоит к нему готовиться, расскажем далее. В Рязанской области продлеваются антикоронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовали в пятницу 15 января. Согласно документу, в регионе продлевается режим самоизоляции до 1 февраля. Он распространяется на рязанцев старше 65 лет, а также на граждан с хроническими заболеваниями. Также до 1 февраля продлевается запрет работы общей ПИТа с 23 до 6 часов. До 15 февраля продлевается особый режим работы. Сотрудники должны самоизолироваться на работе для организации социального обслуживания. Документ вступил в силу. Обильные снегопады, пришедшие на этой неделе, мобилизовали все силы городских служб на уборку дорог и тротуаров. При этом, как управляющие компании и юридические лица следят за придомовыми территориями и участками возле организаций, администрация города также тщательно следит. Уборка дворов многоквартирных домов – задача управляющих компаний. Однако контроль за их работой по расчистке дворов от снега и наледи – одна из компетенций органов администрации. В условиях сильного снегопада, когда в городе выпал большой слой снега, такой контроль необходим постоянно. Во время снегопада и даже до начала снегопада, естественно, вдомляются хозяйские субъекты, в том числе и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Выдаётся вдомление о необходимости принятия мер по очистке входных групп и прилегающей территории в виде тротуара. В случае невыполнения своевременной, в определенное время, то есть возможно привлечение к административной ответственности за непринятие мер, либо за недостаточное принятие мер. В случаях ненастья собственных сил управляющим компаниям хватает не всегда. И тогда приходится привлекать стороннюю технику. Мы им там помогли привлечь технику с близлежащих предприятий и организаций дополнительно, чтобы эффективность и работа была более высокой. Своевременная и качественная очистка дворов и территорий возле магазинов, коммерческих организаций – это обязанность хозяйствующего субъекта, за исполнением которой и наблюдают контролирующие органы. В данном случае управляющая компания, либо собственной техникой, либо привлеченной техникой выполняет работы по очистке придомовой территории, что уходит в их обязанность, и за что собственно собственники помещений производят оплату. Помимо техники приходится привлекать рабочих с лопатами, ведь припаркованные повсеместно машины затрудняют уборку трактором. Однако, как мы видим, совместные усилия дают результат. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 14 января 2021 года железнодорожным районным судом города Рязани завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению двух жителей Рязанской области в преступлениях экстремистской направленности. Один из подсудимых получил реальный срок. Репортаж из зала суда смотрите далее. Предварительное следствие длилось больше года. Десятки томов, экспертизы и самые главные неопровержимые доказательства вины. Видеоролики нападений, которые сами фигуранты дела выкладывали в сеть в качестве отчетов о своей деятельности. Изначально нападения планировались на трудовых мигрантов. Потом в поле зрения группировки оказались сторонники антифашистского движения. Пострадали от рук группы как минимум трое антифа. Вечеринки с поднятием фашистских флагов после расправ тоже снимались на видео и размещались в сетях с соответствующим музыкальным и текстовым экстремистским сопровождением. Закончилось все в ноябре 2019 года. Тогда к участникам в квартиры нагрянул спецназ. На скамье подсудимых организатор сообщества, которому и принадлежала идея объединиться. Он, к слову, раскаялся и активно помогал следствию. Сам в расправах не участвовал. За решеткой более опасный представитель организации он уже был судим ранее. За его плечами статья нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших в смерть потерпевшего. Он в основном был исполнителем в общем деле банды. Обвинения предъявлены сразу по ряду статей. Это и создание экстремистской группировки, и призывы нападать на выходцев из стран ближнего зарубежья, и нанесение телесных повреждений. Серьезный набор преступлений и волнение на лицах подсудимых оправдано. Наказание вряд ли может быть мягким. С учетом явок, сповидной, сделанных осужденным, других имевшихся смягчающих наказание обстоятельств, суд счел возможным назначить первому из них наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Да, действительно мы довольны решением суда, поскольку предусматривает санкции данной статьи от 6 лет и до 10 лет, а граница условного срока у нас как раз таки ограничивается 7 годами максимум, то есть почти что не рассчитывали, грубо говоря, на условный срок. Второй 30-летний мужчина признан виновным в том, что он участвовал в данном экстремистском сообществе и с использованием сети интернет совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему дали реальный срок – 1 год, 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции. Полицейские задержали рецидивиста, который подозревается в серии ограблений пенсионерок. Он подкрауливал своих жертв в подъездах и магазинах и вырывал у них из рук кошельки и сумки. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как у кассы магазина на Касимовском шоссе незнакомец вырывает у пенсионерки из рук кошелек и скрывается. Этот инцидент произошел в конце прошлого года. Добычей злоумышленника стали кошелек и более 600 рублей в нем. Женщина обратилась в полицию. Позднее произошло уличное ограбление 71-летней Рязанки. Неизвестно, выхватил у нее сумку, где лежали 2000 рублей и убежал. Уже в 2021 году в полицию обратилась 46-летняя Рязанка, которая напугала незнакомца, пытавшись отобрать у нее сумку в подъезде дома на улице Новоселов. Женщина закричала, нападавший скрылся. Все это время продолжались активные поиски злоумышленника, который явно имел криминальный опыт и принимал меры, чтобы скрыть свою внешность. Полицейские установили адрес, где скрывался злоумышленник и задержали его. Выяснилось, что мужчина причастен еще к одному хищению на улице Великаново. Он отобрал у пенсионерки сумку с 13 тысячами рублей. Рецидивист тратил похищенные деньги на наркотики. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемого взяли под стражу. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Вспомним главные темы недели. 212 тысяч 500 рублей. Именно на эту сумму Управление Федеральной антимонопольной службы Рязани оштрафовало Новорязанскую ТЭЦ за намерение приостановить подачу тепла в город. Надзорный орган посчитал, что тепловики превысили свои полномочия, доминирующие на рынке компании. На первый взгляд, 200-тысячный штраф УФАС для Новорязанской ТЭЦ с ее миллиардной прибылью, как слону дробина. Но если знать предысторию, шаг этот, по сути, последнее китайское предупреждение. Дальше диктовать свои условия и шантажировать власть фактическому монополисту тепла никто не позволит. Еще на декабрьском брифинге заместитель главы Рязанской администрации Владимир Бурмистров озвучил журналистам всю хронологию конфликта. По сути, спор случился из-за турбины, которую Рязанская мэрия запретила выводить из ликвидной массы. Вот 9 июля подписано мной постановление о приостановке ввода. 9 июля вот на меня жалобы Минэнерго России о том, что мы тормозим прогресс. 10 июля на меня жалобы губернатору Рязанской области. А 21 июля их письмо, что они отключат город от тепла. Ну, чтобы вы понимали, из-за чего все это происходит. Для антимонопольной службы все эти хозяйственные споры значения сегодня, наверное, не имеют. Прекращение поставки тепла, да даже попытка просто заикнуться об этом – грубейшее нарушение. Поэтому здесь считают, что поступили по букве закона. Тепловики обязаны поставлять энергию, даже если платить будет, условно, только один человек со всего города. Прекращение поставки тепловой энергии тогда, когда население оплачивает, в основном, да, поставляем ресурсы, это с нашей точки зрения неправильно, незаконно. То есть, Новая Рязанская ТЭЦ и теплооснабжающая организация, даже и теплооснабжающая организация должна, поставляем ресурс, каким-то другим способом должны решать эти вопросы, не прекращая поставки тепловой энергии населения. 212 500 – это даже минимальное наказание. Если бы ТЭЦ решилась на отключение, сумма была бы на порядок больше. А там и до уголовного дела недалеко. Пока что в законную силу постановление УФАС не вступило. А спорить его, конечно, право энергетиков. Вот только репутационные потери после такого будут куда больше. Идти против населения – очень странный выкрутас. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Троллейбусный маршрут номер 2, проходящий мимо вокзала «Рязань-1», скорее всего, подхватят коммерческие автобусы. Об этом говорили на общественном совете при управлении транспорта Рязанской администрации. Напомню, из-за низкой рентабельности движение «двойки» в городе было временно приостановлено. Но для рязанцев, приезжающих на электричках и поездах, это стало дополнительным неудобством. Маршрут троллейбусной «двойки» – один из старейших в Рязани. После его приостановки фактически без сообщения остались и железнодорожный вокзал «Рязань-1», и местный Первомайский рынок. С этого начал свое обращение к властям представитель общественности Михаил Шибанков. Людям, приезжающим на поездах, да еще и с сумками, километровый отрезок до площади Победы дается с большим трудом. Поэтому оставлять все как есть, по словам Михаила, неправильно. Существующий маршрут троллейбуса номер 5, часть машины, можно будет перенаправить через вокзал «Рязань-1». Сейчас считаю нецелесообразным запускать второй троллейбус, так как, в принципе, его маршрут в большей степени задействован пятым троллейбусом и другим общественным транспортом. Запуск еще одного троллейбуса по вокзальной нерентабелен, утверждает сегодня в управлении «Рязанского троллейбуса». И говорить об этом можно только, если нет альтернативы. Но оставлять улицу совсем без общественного транспорта действительно неразумно. Поэтому на помощь должны прийти городские власти. Может быть, какую-то найдем альтернативу коммерческих переводчиков попросим. То есть там, ну, есть же какие-то маршрутные... Ведь пассажирпоток, он не такой большой. Вот инвалидов, пенсионеров. Я согласен, это социально незащищенная категория граждан, на которых мы должны в первую очередь обращать внимание. Но почему именно троллейбус? Давайте обратимся к автобусам. Экономически 2020 год управление «Рязанского троллейбуса» закончилось нулевым балансом. Впервые в своей истории. И это в условиях пандемии и при весеннем локдауне, когда пассажиропоток упал катастрофически. Отсутствие убытков, по словам начальника управления транспорта Андрея Михно, прямое следствие сокращения расходов и нерентабельных позиций. Но власти готовы услышать рязанцев. Пришла электричка. Ну и просто как вот проводите опрос, правильно ли? Никто не отвечает, не говорит мне адрес. Хотя в каком направлении вам необходимо? Городская роща, Ташково-Песочный, Ташки военные, Московский, Канищевый. Собрать хоть какую-то аналитику, чтобы действительно мы себе, повторюсь, не можем позволить просто, чтобы техника работала в холостую. Априори не можем позволить. Потому что каждый неперевезенный пассажир – это увеличение себестоимости километров пробега. Поэтому более конструктивно давайте вы нас, как общественный совет, вам лучше знать, вы с людьми общаетесь, вы видите с другой стороны, понимаете, всю эту систему. Давайте нам задание, что нужно просчитать, что нужно просмотреть. Один из основных приоритетов – смена автобусных маршрутов с заездом к вокзалу. Упор сделали на 49-й, но возможно подключение 53-го и 75-го. Это решение общественники поддержали. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К нам в редакцию обратились жители небольшой деревни Зарыдки Спасского района Рязанской области. Дело в том, что местный лес, известный еще со времен царской России, сегодня облюбовали предприниматели. И, по словам сельчан, массово вырубают деревья в излюбленном для грибников месте. Этот лес называется темный. Летом, даже днем, а в нем дневно остренькие места, я называю его «казенный лес». Он в царское время подбежал к казни. И в нем была запрещена рубка. Был такой некий заповедный лес. Квартал 36, выдел два, делянка один. Так сухо и как-то по-канцелярски звучит название этого леса на специализированных картах. Вернее, уже не леса, а того, что от него осталось. Официально рубить казенные деревья начали еще прошлым летом. И как-то уж слишком лихо взялись. Вот наш лес. Здесь пилят. Лес маленький. Раньше мы ходили за грибами, теперь за грибами ходить некуда. Все выпиливается. Раньше это был лес, теперь древесина. Географически это деревня-зарыдки Спасского района. Место вовсе не глухое, как может показаться на первый взгляд. Полтора года назад здесь, например, проводили, на секундочку, межрегиональный фестиваль «Иван-чая» для детей с особенностями в развитии. Часто в казенный лес наведывались и его исконные обитатели. Лес богат на грибы, на травы лекарственные. Есть в нем и дикий зверь. Вот у нас недавно сюда приходил лось. Поел молодых веточек. Понятно, что никаких иван-чаев и мимо пробегающих зайчиков детвора здесь вряд ли уже увидят. А увидят вот такие листки, создающие вроде как легитимность рубки. Кстати, из всех указанных номеров телефонов мы дозвонились только по одному. Мы, санитары леса, самоуверенно заявили нам исполнители. Дескать, всю работу контролируют и подобные оздоровительные рубки в этом же Кирицком районе они уже проводили. Как вот опухоль возникает у человека, так и с лесом тоже нужно как-то заниматься. Технологически мы должны собрать волки для перегноя и все такое. Но в конечном итоге потом сказали, что нет, надо сделать, сжечь. Сжечь вот это все, то есть вот эти волки, которые мы собрали. И мы сжигали, там перестой очень много уже, и самосеп, и все такое. То есть, если это не рубить, то в конечном итоге может быть хуже будет. Вот уж не знаю, похоже ли это срубленная и уже подготовленная древесина на сухостой перегноя коряги. Вы серьезно думаете, что это будут сжигать? В общем, решайте сами. А я напомню, что Спасский район, а зарыдки это Спасский район, с темой бесхозяйственной рубки леса связан уже давно. Так называемых черных лесорубов ловили в районе и 8 лет назад, и 4, да и в декабре прошлого года слово «Спасский» фигурировало и в деле о воровстве 300 кубов сосны. Нагнетать ситуацию мы пока не будем. Возможно, рубят здесь действительно официально. Вот только на вопрос, зачем, ответ от убийц темного леса местные жители так и не получили. Пока. Максим Васильев, телекомпания «Город». Юрий Бьяконов создал собственную теорию фоторепортажа. Специально к профессиональному празднику всех журналистов в Дню Печати на этой неделе открылась персональная выставка фотографа. Первая за 30 лет его работы в ТАСС. Оригиналы снимков – собственность крупнейшего издания, а негативы практически полностью утеряны по воле случая. Чудом сохранившиеся дубликаты, которые удалось спасти после коммунальной аварии в квартире, можно увидеть на выставке под названием «Слепки времени». На открытии присутствовал и сам автор. Сотни километров за рулем служебной машины, многочасовые съемки, оперативная отправка материалов в Москву. Именно этот человек совершил революцию в фото-журналистике, работая в ТАСС. Когда он пришел в профессию, будучи студентом журфака МГУ, документальное, репортажное фото и фото художественное были разделены пропастью. Дьяконов совместил их в единое целое. И это при том, что оснащение фотографа на тот момент было совершенно иным, нежели у современных коллег. Вот видите, здесь можно объективы положить, но раньше, что это самое, измерители света, масса интересных приборов, которые таскал с собой репортер тогда. Сейчас очень многие карманы, они просто не нужны. Дело в том, что техника уже совершенно на руках. О каждом представленном снимке он может говорить долго, за каждой картинкой целая история. Ведь без этой истории не может выйти результата, запечатленного на фото момента жизни, считает автор. Единственное, что поможет вам выжить в этом мире, цифровом тепляре, это только работа своими убеждениями, своими чувствами. На его снимках Константин Симонов, Джеральд Даррелл в момент приезда в Рязань, молодой худрук театра кукол Валерий Шацкий. Юрий Михайлович один из тех немногих, кто снимал Олимпиаду в 80, и даже в спорте снимая, он рассказывал историю. Пейзажи, портреты, репортаж, чтобы не оказалось по ту сторону объектива, это надо любить. Вот главный залог успеха, говорит фотограф. Снимать он продолжает по сей день. Возраст, Дьяконову перевалило за 80, не помеха. Останавливаться он не собирается, а значит, мы еще увидим немало запечатленных мастером мгновений. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Крещение – один из главных христианских праздников. Начинается он вечером 18 января, а сам праздник напоминает о крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан. До сих пор традиция окунаться в воду осталась. Вот только обязательно ли это в христианский праздник, расскажет Валерий Седов. Холодная вода и толпа энтузиастов. На праздник крещения уже собираются больше людей, которые хотят окунуться в холодную прорубь, чем верующих, готовых войти в Иордань. В 2021 году органы местного самоуправления подготавливают места для крещенских купаний. Всего планируется организовать и обустроить 33 таких места. Но что сотрудники МЧС, что врачи не рекомендуют окунаться в холодную воду без подготовки. Для начала советуют растереться и выпить горячего чая. Но погружение в прорубь рекомендуют далеко не всем. Окунуться в прорубь не рекомендуется крайне людям с хроническими заболеваниями. Прежде всего с хроническими заболеваниями сердца, заболеваниями легких и бронхолегочной системы. Потому что это может привести к очень неблагоприятным последствиям, как минимум к обострению этих заболеваний. То же касается и людей с неврологическими расстройствами. Есть и категорические запреты. Так Валерий Демихов предостерег от крещенских купаний беременных и детей. В храмах тем временем идет подготовка к службе. 18 января верующие, которые соблюдают строгий пост, идут на праздничную службу, где и освящают воду. Второе освящение проходит 19 января. Считается, что такая вода обладает огромной целительной силой. Важно в этот праздник, испросив благодать Божию, взять святую воду, через которую Господь будет подавать нам свою благодать и помощь. Что касается купаний, то это больше народная традиция. Она не имеет отношения к традиции церковной. Но так сложилось, что люди стремятся тоже, подобно Христу в Иордане, окунуться в воду. Здесь нужно помнить, что, конечно, делать это нужно с благоговением, с молитвой. Люди верующие уже готовятся к этому празднику, постятся, а на саму службу принесут или свою воду для освящения, или возьмут из храма. И погружаться в Иордань совсем не обязательно, по словам священнослужителей. Однако всегда есть желающие окунуться в прорубь, которые совсем забывают об истоках этого праздника. Для верующих это прежде всего очищение от грехов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Неизменные спутники крещения в нашей полосе, морозы, в этом году пришли на территорию региона. Какой будет погода в выходные и накануне христианского праздника, узнаем прямо сейчас. Крещенские морозы – это период длительностью в несколько дней, который народная традиция связывает с приходом самых лютых холодов в году. Чаще всего эти дни выпадают на вторую половину января и совпадают с крещением, празднуемым православными 19 января. Однако, согласно результатам метеорологических исследований, в 50% случаев в период крещенских праздников наблюдается температура выше нормы, а аномальные морозы фиксируются лишь в 30-35% случаев. Специалисты отмечают, что во второй половине января океаны теряют свои отепляющие свойства в азиатской части России и начинают господствовать. Азиатский антициклон, который отвечает за резкие похолодания. Также трескучие морозы на территории России способен принести сибирский антициклон, который приостанавливает согретые гольфстримом воздушные массы. В этом году морозы совпали с датой, к которой их привязывают. В субботу ожидается сильная облачность и весь день будет идти снег. Также умеренный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Днем температура опустится до минус 16, к вечеру, возможно, опустится до минус 19 градусов. На воскресенье ожидается переменная облачность, так что, возможно, увидим солнце без осадков. Ветер слабый, 4 метра в секунду, к вечеру стихнет до 1 метра в секунду. Но будет холодно, днем температура опустится до минус 20. Такая погода сохранится минимум до среды. Низкая температура безветренно и безоблачно. Кстати, наши предки всегда наблюдали за погодой в крещенский период, так как существуют погодные приметы, которые позволяют предсказать погоду на ближайшие месяцы и предвидеть, каким будет урожай. Среди основных таких примет можно выделить следующее. Теплая погода указывает на плохой урожай пшеницы, но обильные сборы ржи. Солнце и мороз предвещают очень жаркое лето. Снегопады означали щедрый урожай. Снежная метель, позднюю весну, а порывистый ветер указывал на скудный урожай. Звездное небо предвещало обилие лесных ягод и хороший урожай гороха. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. Всего доброго.